Как можно запатентовать решение в IT-сфере? Я работаю в Ingram Micro Cloud. Изначально Ingram Micro это крупный достаточно дистрибьютор хардверных решений. Чтобы привести вам пример, скажу, что к концу 2015 года оборот был 33 миллиарда долларов, больше 30 тысяч сотрудников по всему миру. И в какой-то момент компания осознала, что дистрибуция хардверных решений это довольно низкомаржинальный бизнес. И пора двигаться дальше в дистрибуцию софтверных решений. И таким образом в конце 2015 года была приобретена часть Parallels, наверное вы все знаете эту компанию, которая разрабатывала и сейчас разрабатывает платформу для дистрибуции именно клаудных решений. То есть платформа интегрируется с производителями клаудных сервисов и затем пользователи платформы могут купить различные сервисы через один маркетплейс. Очень удобно. Так вот, технология довольно сложная. Под ней кроется огромный технологический стэк, который мы и патентуем в нашей компании. Давайте я вам расскажу пару слов о себе, для того, чтобы мы могли понять, на каком языке мы сегодня разговариваем. Я закончила физтех, поэтому сегодня мы будем говорить на технические темы и понятным для вас языком. Да простят меня юристы, которые, возможно, сюда попали за неточности моих формулировок, потому что целью сегодня служит донесение информации для тех, кто юрист и в теме не разбирается. Так вот, у меня довольно большой опыт работы с патентами. Начинала я в научной сфере, где анализировали различные области промышленности. Например, я анализировала состояние противораковой лучевой терапии в плане технологий в России и за рубежом, используя патенты. Затем пошла работать в коммерческую сферу, в Parallels, где, собственно, и работала патентным инженером до того самого момента, пока часть Parallels не была куплена Ingram Micro. И сейчас я старший патентный инженер. Я помогаю нашим разработчикам выявлять патентоспособные идеи, рассказывать мне о них, и мы подаем заявки в США и по всему миру. Я обрабатываю большое количество инженеров. Это порядка 400 человек, два офиса в России, два офиса в Испании, два офиса в Индии и в США. Целью сегодняшней презентации является очень простая вещь. Дать вам базовые знания для того, чтобы вы могли, выйдя из этой комнаты, ответственно для себя решить, патенты это для вас или это не для вас. Потому что часто в моей практике я сталкиваюсь со следующим. Есть две категории людей, которые вообще ничего не слышали о патентах, и вторая категория людей, которые думают, что все знают о патентах, но когда начинаешь их спрашивать, оказывается, что они заблуждаются по очень многим вопросам. И в результате их мнение, оно как бы безответственное, потому что опирается на ложные сведения. Таким способом эти люди потом начинают жалеть, может быть, о своем решении. Итак, вот хочу вам сказать, что в сознаниях людей из стран, таких как США, Европа, патенты уже давно являются базой для конкуренции, с этим там все привыкли считаться. И вот я всегда вроде как бы это знала, но недавно на майских праздниках читала роман «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена и натолкнулась совершенно случайно на цитату о том, что, да, этот роман о том, что человек из XIX века США переносится в VI век в Англию во времена короля Артура. И первое, что он делает, он организовывает бюро патентов, потому что считает, что страна без патентов может двигаться только вбок или назад. Вот, то есть это его такое внутреннее очень сильное убеждение. Итак, поехали. Доклад сегодня будет содержать основные определения и заблуждения. Очень важно, объявляю конкурс, кто сосчитает, сколько мифов мы сегодня развенчаем о патентах, тот получит замечательный приз от нашей компании. Да, и, конечно, нужно мне помочь будет в конце сказать все семь мифов, чтобы мы смогли все закрепить. Также мы поговорим о причинах патентовать, поговорим о том, сколько времени это занимает. И небольшой бонус для участников – это тест на патентную разумность, который мы разработали внутри нашей компании. Серьезно? Кошмар. Ладно, кто назовет все семь, тот получит приз. Ужас. Итак, давайте сначала от простого к сложному. Поговорим о изобретениях. Сейчас не про IT, вообще не про патенты, все забыли про это. Изобретение – это обязательно техническое решение, техническое, относящееся к производству так или иначе. Вот несколько довольно таких знаменитых изобретений. Велосипед Страйда, видели? По дорогам Москвы кто-то рассекает на таких великах. У них достаточно забавный механизм сложения, складывается как циркали, вот этот механизм – это изобретение. Подстоситель на основе растения стевия. Его добавляют во все газировки, где там zero calories и так далее. Метод получения этого порошка из растения также является изобретением. Это определенная технология. Штрих-код старое изобретение и метод считывания штрих-кода тоже относятся к технологии и так или иначе используются. Поэтому это изобретение. Теперь поговорим об изобретениях в IT. Вообще в каждой отрасли патентные поверенные обычно дают свое определение изобретения, потому что достаточно специфичны для каждой сферы. Мы сегодня про IT, и вот верите или нет, в течение всего того времени, как IT-индустрия существует, люди никак не могут договориться, что изобретение, что не изобретение. Есть американский подход, европейский подход, еще какой-то, но они все такие сложные, формулировки довольно громоздкие, поэтому я использую свое собственное определение. Это обязательно техническое решение в первую очередь. Это алгоритмы, выполняемые определенной архитектурой вычислительных устройств, наделяющие данную архитектуру функционалом, отличным от известного ранее. То есть давайте на примерах самый простой. Вот есть тостеры. Устройство, устройство, отлично. Уже давно существуют тостеры, которые печатают вам погоду с утра на хлебе. Довольно забавно. И естественно у них есть какое-то устройство, которое выполняет саму печать, но также без доступа к интернету, чтобы загрузить прогноз погоды, не обойтись. И вот эта сама софтина, которая внутри тостера будет у нас бежать, делает обычный тостер, превращает обычный тостер в совершенно другое устройство. То есть у нас было сначала одно, и при помощи некого софтверного изобретения оно стало абсолютно другим. Вот это здесь и имеется в виду. То, что делает, то, что изменяет устройство, то и является изобретением. Примеры более сложные. Методы виртуализации, огромный пласт технологий с огромным количеством изобретений. Адаптивный веб-дизайн. Технология контекстной рекламы. Более девайсной технологии Swipe, T9. Все мы их знаем. Все это чистый софт. Никаких, никакого жульничества. Теперь поговорим о том, что такое патент. Патент — это право запрещать другим производить, использовать или продавать изобретения на территории той страны, которая выдавала патент в обмен на публикацию всех деталей изобретения. Патент действует 20 лет. И здесь первый миф, миф номер один, будем уже считать. Часто люди думают, что если у меня есть патент в России, то я могу запрещать использовать мою технологию во всех странах мира. То я все, бог, король, и контролирую все, что происходит. Это не так. Если вы хотите запрещать всем использовать, вы должны иметь патенты во всех странах, где вам это нужно. Следующее заблуждение, что если вы получили патент, то вы ничего не отдаете взамен. Однако это опять же не так. Все патенты и заявки публикуются. Сама патентная система нужна для того, чтобы происходил обмен знаниями. Вы публикуете, все остальные могут читать, строить на ваших изобретениях свои собственные умозаключения, но вам дается 20 лет взамен. Вот такой тоже миф. Патентные заявки. Патентные заявки – это тот самый документ, который вы подаете в патентное ведомство с описанием всего вашего изобретения, всех технических деталей, подробностей и так далее. Это достаточно большой и объемный документ, 30 страниц, у кого-то 50. И все патентные заявки от страны к стране примерно одинаково выглядят. Более 90% стран имеют схожее патентное законодательство и гармонизированы. Поэтому эта информация довольно универсальная. Это область техники, предшествующий уровень техники, сущность изобретения, поясняющие диаграммы. Самая важная часть – это формула изобретения. Формула изобретения пишется в конце, и это как бы квинтэссенция от всего того, что вы хотите защищать. Именно вот эта часть текстовая и будет рассматриваться в суде, если что-то вдруг пойдет не так. Как я уже сказала, все заявки и патенты публикуются. Обычно они публикуются в ведомствах страны, куда вы подаете заявку. Однако существуют агрегаторы, чтобы свести информацию от всех патентных ведомств в одно место. И такая база Google Patents очень удобная. Давайте я вам покажу пару скринов, как она выглядит. Вот, например, я ввожу Apple в строку Asigni, кто подает заявку или кто обладает патентом, и мне выдает сколько? 7-6 тысяч документов, неких документов. Вы можете жмякнуть на любой из них и увидите… Ох, а что это он так? Интересно. Мне прекрасно видно. Суть в том, что… Так, теперь включаем воображение. Вот здесь рисунки, здесь сам реферат изобретения, здесь информация о том, когда он был выдан, какие еще есть патенты, связанные с этим. Здесь есть формула изобретения, здесь есть описание. И вот надо крутить так вниз-вниз-вниз, там куча всего. То есть все это в публичном доступе, вы можете посмотреть сами. Итак, как же связаны изобретения и патент? Чтобы получить патент на изобретение, изобретение должно удовлетворять трем критериям. Они базовые, везде одинаковые во всех странах. Первое – это новизна. И новизна должна быть глобальной. И здесь есть просто огромное количество мифов. Давайте сначала поговорим о самых простых. Часто люди приходят и говорят, давай запатентуем вот эту штуку. Ее точно никто до нас не запатентовал, у нас есть шанс. Но это не так. Так, даже если никто до вас такого же не запатентовал, все равно экзаменатор будет считать, что ваша технология не новая, потому что он найдет продукты с этой технологией внутри на рынке или какую-то другую информацию на форумах. То есть новизна проверяется во всех странах, и все документы, которые публичны, все это учитывается. Понятно, да? Поэтому не раскрывайте суть изобретения до подачи заявки. Подавайте заявку, если вы уже собрались это делать, до релиза, до паблик-релиза. Хорошо? Однако в некоторых странах, в таких как Россия и США, есть такое лояльное правило, что в течение шести месяцев, например, в России после релиза, то есть вы уже выпустили свой продукт, вы в течение шести месяцев все еще можете подать заявку. А в США 12 месяцев. Однако в Европе такого правила нет. И чем это грозит? Здесь опять миф. Часто люди думают, что если я в России начал свой стартап, у меня все хорошо, два года я уже прекрасно живу, затем хочу выйти на рынок США и понимаю, что там-то мне патенты вроде как нужны, надо начать патентовать. Ну, а вы уже выпускали два года в России, в США вам никто не выдаст патент. Все, время прошло, часики протикали, и у вас уже нет никакой возможности получить этот патент. То есть подавать нужно сразу, тогда, когда вы что-то изобрели, потом уже будет поздно. Следующее, это изобретательский уровень. Изобретательский уровень, такая неоднозначная вещь, довольно сложная. Вообще звучит это, формулировка достаточно, формулировка-то простая. Ваша технология не должна быть простым сложением нескольких известных технологий. Вот здесь контрпримеры. Карандаш с резинкой. Очевидно? Не очевидно? Ну, вообще кажется, что очевидно, но патент на это выдан. Да, другое, давайте пойдем в абсурд. Кросс-платформенное решение. Берем телефон на андроиде, телефон на иосе, сматываем изолентой. Обязательно нужно сматывать перпендикулярно, чтобы камерой можно было пользоваться, конечно же. Однако, все-таки это будет очевидным изобретением. Не пройдет. Поэтому есть некоторые критерии очевидности, которые в Штатах довольно популярны, но лучше проконсультироваться с кем-то, если вдруг у вас возникли вопросы с этим связаны. Должны быть предпосылки или мотивация сложения двух технологий. То есть, если вам вменяют в вину, что вы взяли технологию из агропромышленности и технологию из фармацевтики, сложили их вместе и получили свое изобретение. Но ведь это разные совершенно сферы. Как бы вам могло прийти в голову, вдруг начать их смешивать? Разумное ожидание успеха. И, конечно, такая юридическая трактовка. Формула изобретения вашего должна состоять из формулы изобретения тех других изобретений, которые вам вменяют, как вашу базу, на основании которых вы подаете свою заявку. И следующий критерий, последний. Промышленная применимость вообще простой. Здесь нельзя патентовать клонов и все, что связано с использованием человеческих эмбрионов. Я думаю, мы тут на завтрак, кровь младенцев никто не пьет, поэтому нас это не касается. И изобретение не должно противоречить законам природы. Вечный двигатель запатентовать нельзя. Скорее всего, вам скажут, приведут выкладки из термодинамики, скажут, что это противоречит. Все-таки нет, это не промышленно применимо. Итак, три критерия. Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Они везде, во всех странах одинаковые. Плюс-минус какие-то трактовки, но критерии общие. Итак, теперь поговорим о патентах на софт. Вот миф, распространенное мнение, что в России патентов на софт не бывает. Слышали когда-нибудь о таком? О, постоянно. Вот если вы это слышите, сразу разворачиваетесь, круто, и уходите в другую сторону. Потому что это, скорее всего, люди старой закалки, которые считают, что софт должен защищаться авторским правом. А что такое авторское право на софт? Берете код, распечатываете на принтеры, и вот все, что у вас напечатано, будет защищаться авторским правом. То есть как книга. Если кто-то возьмет вашу идею, переработает, напишет другим языком или так далее, все, защита пропала. В общем, это люди старомодные, и чтобы… Ну, поэтому это миф, и его нужно посчитать. Так все записывают, потом мне скажут, какие были мифы. Патенты на софт есть. За 5 минут статистика, статистика 5 минут. Яндекс 165, лаборатория Касперского, ну, вы видите, Майкрософт неплохо так деятельность свою разворачивает. Именно в России, не в США, мы сейчас не говорим про это. Гугл, ну, совсем немножко. Может быть, они как бы не считают, что им надо что-то в России делать. Но Яндекс-то не спит. А кто знает, кто сейчас рекордсменом является по количеству патентов? Вот, например, в США. Apple, нет, не Apple. И даже не IBM. IBM обогнали, и теперь лидером является Samsung. Больше 75 тысяч патентов на территории США. А IBM там утирается и плачет со своими 40 тысячами. Вот. Итак, теперь плавно давайте перейдем к причинам. Мы вроде бы более-менее поняли, что такое изобретение, что с этим делать. Причины. Почему компании инвестируют в это деньги, причем огромные. Почему 75 тысяч? Зачем? Что у них в голове? И также мы здесь поговорим о причинах для стартапов. Если у вас даже не особо много денег, почему вам стоит об этом думать? Конечно, я вам сейчас расскажу, почему вам об этом стоит думать. Но если кто-то заинтересовался, почему вам думать об этом не стоит, вы тоже можете меня об этом спросить. Для стартапа компании. Поехали. Оружие, защиты или нападение. Здесь несколько случаев в радиусе 100 километров от нас, компании, которые столкнулись с проблемами. Компания Аби судилась с Ньюэнс за нарушение 8 патентов. Вообще история следующая. Давайте немножко потратим времени на это. Компания Аби, вы знаете, производит технологии для распознавания текста. И в какой-то момент времени они собрались выходить на американский рынок. А там разворачивала свою деятельность Ньюэнс с той же технологией. И у Ньюэнс были клиенты в виде производителей принтеров, которые покупали у них эту технологию и с каждой копией платили какую-то денежку. Ньюэнс. Аби, когда выходили, им Ньюэнс предложила. Давайте мы будем вашим дистрибьютором, и все будет нормально. Вы с нами поделитесь. Аби сказала, не, 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 нас это не интересует. А следующий шаг был следующий. Они предложили клиенту Ньюэнс, производителю принтеров, а давайте мы вам эту технологию подешевле отдадим. Естественно, производители принтеров обрадовались, перешли к Аби. И что последовало? Иск от Ньюэнс за нарушение 8 патентов. И разбирательство длилось несколько лет. Аби потратили 10 миллионов долларов на разбирательство. Отбились. Но 10 миллионов-то никто не вернул. Соответственно, потрачено и время, и деньги. И после этого Аби активно занимается патентованием. Симонтек против Акрониса и Вима. В 2016 год все это дело кончилось. Симонтек предъявили Виму и Акронису тоже 8 патентов, которые покрывали технологию бэкапа в виртуальных машинах. Все 8 патентов Симонтека были аннулированы. Однако нервы потрепаны, деньги потрачены. Что делает Акронис, как вы думаете? Они не думают, что мы все аннулировали, какие мы классные. Нет. Они начинают активно опять патентовать свои технологии и играть на этом рынке. Акваконнект против Параллелс. Иск марта 2018 года. Пожалуйста, не спрашивайте коллег из Параллелс что там и как. Комментариев они не дают. Не провоцируйте, не подставляйте людей. И Лотис против Касперского. 2013 год. Лотис – это дочерняя фирма одного из самых крупнейших патентных троллей. Немножко дальше про них расскажу. И Касперский отбился. Цена иска была 25 миллионов. Итак, про патентных троллей. Патентные тролли – это такие ребята. Они распространены в Соединенных Штатах и в Европе очень сильно. Это фирмы, часто состоящие только из юристов, которые ничего не производят, аккумулируют вокруг себя патентные права и дальше начинают всем мешать вокруг себя. И статистика следующая. Около 500 миллиардов убытков за 20 лет. В основном от высокотехнологичных компаний. В 2017 году 50% всех дел, связанных с патентными спорами, это дела патентных троллей. И за 2017 год я взяла 10 самых активных троллей и посмотрела, с чем связаны их дела. 46% оказалось связанным с e-commerce и software. Самое распространенное. Вот так вот. Такая вот статистика. Следующая. Рыночная привлекательность – инструмент маркетинга. Кто-нибудь читает блог Евгения Касперского? О, Касперский очень популярен. Он бы поплакал сейчас. Так вот, Евгений Касперский очень сильно гордится тем, что они всегда отбиваются от патентных троллей во что бы то им ни стало. То есть это часть их маркетинговой стратегии. Дальше, наверное, все видели такие новости, как Apple запатентовал пакет и так далее и тому подобное. Вот такие вот вещи. Потом на любой технологии, которую нужно продать, выгодно пишут патент или еще что-то в этом духе. Вот компания Jogs, в корсовках которой я сегодня хожу, построила целую индустрию обуви и одежды именно на патентной стратегии, на маркетинге, основанном на патентах. Выгодная продажа, опять же, связана с маркетингом. Если вы смогли своему покупателю убедить, что ваша технология самая классная, конечно, у вас дорого ее купят. И подкрепили патентом это все. Однако, давайте чуть глубже копнем. Вообще, каждая айтишная компания, что это такое? Это бренд, сотрудники, которые работают над продуктом, и интеллектуальная собственность. Какая-то, которую не пощупаешь, не потрогаешь. Если у компании есть патенты, и компания продается, обычно, как считают цену патента? Делят всю сумку сделки на количество патентов. Вот вам и цена патента. Потому что не на что больше делить. Поэтому огромные суммы получаются. Хотя нужно здесь всегда думать, что компанию без патентов, наверное, могли бы тоже купить. И инвестиционная привлекательность здесь чуть-чуть побольше, с примерами. Возможно, вам это покажется полезным. Когда я готовила эту презентацию, я просила многих своих друзей, связанных и с государственными фондами, и с частными фондами, и даже нескольких стартапщиков. Так вот, из государственных фондов огромное количество площадок требуют патенты либо на входе, либо в качестве отчетности. Сколково. Хотя и не требуют патенты напрямую, однако это первое, о чем они спрашивают, когда вы уже становитесь резидентами. Они предлагают там помощь. Давайте мы вам посоветуем, как это сделать правильно. Фонд Бортника. Крупные конкурсы от 20 миллионов даже требуют интеллектуальную собственность еще на входе патентов. То есть, чтобы заявиться туда, нужно уже иметь это в виду. Также вы, наверное, знаете компанию РВК, российская венчурная компания. Это государственный тоже фонд фондов, который финансирует фонды. Однако они участвуют в отборе проектов, и интеллектуальная собственность – это must-have. Также я спросила своего друга Костика Виноградова из компании Runa Capital. Интересуются ли они патентами, когда рассматривают свои проекты? Он сказал, что вообще на ранней стадии патенты для них особой роли не играют. Однако, когда компания становится крупной, то патенты здесь уже начинают влиять очень сильно. А как мы уже с вами обсудили, о патентах сразу надо думать. Потом это сделать нельзя. И еще один человек – это стартапщик, компания Asades, которая занимается продвижением вашего приложения в поисковике. Они запатентовали свою технологию. Я спросила, какой смысл. Потому что финансирование так и не нашли на одной площадке, зато они включили в лицензионное соглашение, что у нас есть патенты, поэтому часть их маркетинговой стратегии. Для сотрудника компании – достижение для себя и для компании. Потому что если компания выставляет KPI, нам нужно такое-то количество патентов в этом году, и вы в этом поучаствовали, вас, конечно же, погладит по голове, потому что вы делаете так, как вас просят. И уважение коллег. Вот у нас, например, технологии с 2008 года датируются и так далее. И вот те самые первые патенты на базовую технологию, и кто в них автор, у людей вызывает восхищение. Ты действительно так долго работаешь в нашей компании, ты действительно стоял у истоков. Это очень большая гордость для этого человека. Рост спроса на рынке кадров. Почему это так? Вот, пожалуйста, даже в России это так. Посмотрите вакансии Huawei. Это одна из немногих технологичных реальных компаний, которые производят девайсы у нас. И там в требованиях к кандидату на позиции разработчика всегда написано, требуется умение работать с патентами, генерировать решения, которые будут запатентованы. Вот так вот. А уже за рубежом-то это вообще 100%. И получение денежных бонусов. У нас в компании, я уверена, одни из самых больших. Это 250 долларов за раскрытие своей идеи. То есть если вы пришли и поделились. 2500 долларов за помощь в подаче заявки и 5000 долларов за выдачу самого патента, когда это произошло. Все это делится на коллектив авторов. И во всех крупных компаниях, которые занимаются патентами, даже у нас в России есть такие бонусы. Поэтому задумайтесь. Основные шаги к получению патента. Здесь есть миф о том, что это очень долго. Однако это не так. В первую очередь стоит выявить изобретение, потом найти патентного поверенного. Хотя без этой стадии, я уверена, тоже можно обойтись. Описание деталей изобретения. Вы смотрите в Google патентах, как выглядит патентная заявка, и начинаете делать так же. Все просто. Подача заявки в России. И от момента описания изобретения до подачи примерно проходит 2-4 месяца. Всегда закладывайте в свой релиз Development Life Sack вот эти 2-4 месяца. Хорошо? Затем ответы на запросы патентного ведомства, потому что в патентном ведомстве работают эксперты, которые проверяют эти три критерия патентоспособности. Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень. Они начинают вам отсылки. Типа, не-не-не, не новое, объясняй, почему новое. И вы объясняете. Вот туда-сюда примерно несколько раз это происходит. И дальше вам нужно обязательно еще задуматься о том, что вам нужно подать заявки в другие страны, если вы хотите в другие страны подавать. И у вас для этого есть год. С момента, когда вы подали заявку, теперь в течение года вы можете подать ту же самую заявку в другие страны перевести. Только в течение года. Если вы прошляпили этот год, все забудьте. И затем вам выдают патент. И в России от подачи до получения приходит 1-2 года. Не так долго. Ну, вообще говоря. Потому что в Америке 3-4 года. Поэтому в России все моментально вообще происходит. Вы даже подумать не успеете. И следующий миф о том, что патенты это дорого. В России это вообще мега дешево. Просто таких пошлин нет нигде. Патентный поверенный вам обойдется от 35 тысяч рублей. Но, как я уже сказала, можно без него обойтись. А почему можно без него обойтись? Потому что вам в заявке нужно описать техническую суть вашего изобретения. Вы придете к патентному поверенному. Начнете ему объяснять. Он такой, ага, я все понял. Через месяц он вам присылает драфт, где написано вообще не то. Просто вы говорите, ну как так, я же тебе объяснял. Начинаете все переделывать за него. И вот таким способом вы подаете заявку. То есть, если вы более-менее осознали, как это делается, вы можете обойтись без патентного поверенного. Можно заказать только формулу изобретения. Я думаю, это будет дешевле. А так пошлины начинаются, видите, за подачу 330 рублей, экспертиза в Роспатенте 750. Дальше регистрация патента опять 300. Но это для физлиц, если вы единственное физлицо. Если вы там, то есть надо про льготы почитать, то есть это льготная цена, но большинству людей она подходит, если вы физлица. А компаниям это будет стоить всего в 10 раз дороже. 3300 рублей. Ну, господи, для какой компании это огромные деньги. Тогда, когда в Штатах вам войдется этот 5000 долларов. В Европе там еще чуть-чуть дороже. Потому что в Америке нельзя без патентного поверенного. Они делают все, чтобы патентные поверенные зарабатывали много. Потому что, чтобы стать патентным поверенным в Соединенных Штатах, нужно сначала получить бакалавра технических наук, отучиться в лоу-скул, сдать экзамен, получить лицензию и быть еще гражданином США. И только тогда вы бац и патентный поверенный. И такое правило, что вы можете для подачи заявки в США привлекать только патентных поверенных в Соединенных Штатах. Вот такие вот расценки. Можно вопросы чуть-чуть. Последний слайд. Бонус. Тест на патентную разумность. Сейчас мы сегодня говорили только о патентах на изобретение. И мы внутри нашей компании, нам же нужна какая-то стратегия, мы решили, что обычного определения, что можно запатентовать из изобретения, нам не подходит. То есть новизна, промышленная применимость, это все понятно. Но еще же как-то надо отсеивать. И следующий тест для разработчиков, которые я вынуждала их прочитать. Вот, они все прочитали. Относится ли технология к бизнесу компании? Если да, вообще супер, отлично. То есть мы не патентуем все подряд, мы не тролли. Следующее. Оказывает ли технология позитивное влияние на клиентов компании? Приносит ли она какое-то value? Да, отлично. Следующий пункт. Является ли технология глобально новой для данной бизнес-отрасли? Здесь закрыта новизна. И причем очевидность-неочевидность. То есть изобретательский уровень здесь тоже зашит. Если вы взяли две технологии из разных отраслей, смерджили их вместе, то, возможно, это все еще патентоспособно. Решает ли изобретение техническую задачу? Это обязательно, через определение. Работает ли техническая реализация изобретения без постоянного участия человека? Ментальные процессы запатентовать нельзя. То есть у вас должно быть техническое решение. Если человек постоянно участвует в каком-то решении, значит, само решение уже не автоматически работает, и оно не техническое, потому что вы не часть системы, вы же человек, вы не машина. Соответственно, такое патентовать нельзя. И отлично, если все да, есть смысл патентовать и вкладывать в это деньги. Вот такой вот тест. Итак, вопросы. А перед этим кто мне скажет? Кто помнит, сколько было мифов? Отлично. Теперь давайте вспомним, какие же они были. Давай, вот ты, самый активный. Кто заметил про семь? Да, давай. Ты меня вывел из равновесия в самом начале. Теперь отдувайся. Давай, давай, давай. Ты громко говори, все будет слышно. Семь мифов. Первый. Патент в РФ запрещает пользование технологией во всех странах? Не запрещает. Не запрещает. Если у вас есть патент РФ, это не значит, что вы можете запрещать американцам использовать вашу технологию. Это не так. Это миф. Миф второй. Патент получил, взамен ничего не отдаешь. Просто 20 лет производишь. Да. Нет. Отдаешь, публично раскрываешь суть своей технологии. Дальше. Два про новизну. Миф третий. Давай запатентуем. Никто еще такого не патентовал. И еще один про новизну. Миф четвертый. В РФ два года производил, теперь в США запатентую. Да. То есть патентовать надо тогда, когда у вас случилось изобретение, а не тогда, когда вдруг у вас петух клюнул. В России нет патентов на софт. Окей. Долго. Долго. Дорого. Дорого. Все. Отлично. Ура. Теперь давайте остальные вопросы. Поехали. А, точно. Видишь? О, как. Хитрость. Она такая. Так, первый вопрос, пока тогда тут подарок едет к своему обладателю. 20 лет для патента, а это не дофигали? Это не дофигали, потому что авторское право действует 70 лет после смерти автора. Ну да, в сравнении. Дальше такой вопрос. Патентуется только какой-то конкретно способ решения задачи или способ ведения бизнеса тоже патентуется? Способ ведения бизнеса сразу смотрите на тест. Окей. Скорее всего, если он автоматизирован, если это выполняет машина. Убер, например. Да, есть у убера некий способ вызова такси через приложение. Если это техническое решение, технологическое решение, да, это можно запатентовать. Но бизнес-метод типа я купила мандарины за 1 доллар, побежала в другое место, продала за 1 доллар 50. Это бизнес-метод. И он не патентуется. То есть, условно, то, что делает Убер, это патентуется или нет? Там, скорее всего, очень много технологических решений внутри. То есть, как отстраивается карта, да, как считается расстояние между машинами, которые показаны на карте. То есть, это разбивается на мелкие такие кусочки? Все вот это вот кусочки технологий. Еще такой вопрос. А есть ли какие-то патентные тролли в Российской Федерации? Да, говорят, что есть. Понятно. Да, вот, значит, самый прикол, когда мы в научной деятельности анализировали состояние наших вертолетов, вертолеты России заказывали нам такую работу, и выплыл мужик какой-то, физлицо, у которого больше всех патентов на вертолеты. Мы такие, ничего себе. Потом оказалось, что он модельки делает. Нет, он делает модельки для, ну, там, склей, разрежь, склей, вот это вот. Спасибо. У меня вопрос больше, наверное, не про патенты, а про защиту интеллектуальной собственности. Существуют ли какие-то механизмы защитить свой код, который ты пишешь, или какой-то результат своей умственной интеллектуальной деятельности перед работодателем? Или, допустим, у работодателя есть какие-то законные механизмы, или там полузаконные, забрать у тебя твои наработки и присвоить себе? Ой, вот такая трактовка. Я рада, что вы задаете вопрос, потому что мне такой же вопрос задавали испанцы, когда я к ним приезжала, говорю, патенты это круто. Они такие, а что это я буду свою интеллектуальную деятельность вам дарить? Потом мы начали разбираться. Оказывается, что подать заявку в Штатах нам стоит примерно 10-15 тысяч долларов. Потом компания вам еще заплатит 2,5. То есть, а если вы сами будете подавать, вам нужно сначала 15 потратить, а потом еще неизвестно, патент вам вообще в жизни-то нужен будет, пригодится или нет? Нет, интеллектуальная деятельность моя, она же не может быть запатентована. Почему? Ну, если ты что-то, какую-то технологию изобрел, может быть. А если и не за другую технологию, а обычный вопрос, как ты дальше работаешь? Ну, это уже вопрос немного из другой сферы. Это регуляция. Регуляция, то есть, к трудовому законодательству относится. Когда ты приходишь на работу, скорее всего, ты подписываешь, что всю свою работу ты передаешь своему работодателю. Это стандартная вещь. Да, но это уже не про патенты. То есть, редко крупные компании в России оставляют владение на патенты физлицам. Это как бы создает огромные проблемы. Если я в компании работаю, то патенты... Да, да, скорее всего. Но наверняка тебе какие-то бонусы будут и все такое. Если ты усказываешь патенты, патентные заявки, если нет, то нам брать. Нет, но в патентные заявки, да, кстати, мы об этом... Почему это так важно? Потому что все заявки публикуются, и патенты публикуются, и ты как автор там будешь на первой странице. И так как все заявки стандартизованы очень сильно в разных странах мира, когда исследователи, такие вот, каким я была, начинают анализ. Например, кто в Uber самый крутой? Берешь патенты Uber смотришь, сортируешь по авторам патентных заявок и патентов, и как бы возникает ответ на этот вопрос. Кто в Uber самый крутой? Я просто по поводу подачи международной заявки PCT. Тут такая страшная сумма написана, 5000 долларов. Это, наверное, ну как бы если из Америки, да, идешь в PCT и выбираешь там поисковым органам, ну, американское ведомство. Для России просто эта цифра, она в 10 раз меньше, если для физического лица. 500 долларов, да? Ну, если для физического лица, то да, а для юридического, ну, там, полторы тысячи где-то. А, да, окей. Просто, чтобы люди не пугались. Да, 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 хорошо. Здесь стоит, наверное, тоже, мы уже заканчиваем, время кончилось, да? Нет? Стоит отметить, что если вы гражданин Российской Федерации, и у вас стартап или компания на территории России, по правилам, по закону, вы сначала должны подать заявку в России. Зачем это нужно? Когда вы подаете заявку, идет некая проверка на секретность вашей разработки. Потому что если вы где-то там в секретной области, там, например, с шифрованием как-то связаны, это, скорее всего, вам могут засекретить, сказать, что больше вы заявки, дорогой мой друг, подавать не будете на это изобретение в других странах. Иначе его же там опубликуют заявку. Но если у вас есть юрлицо на территории Соединенных Штатов или где-то еще, вы можете подавать в других странах сначала. И тут немножко разные расценки. Вот, предположим, вы в России подали, вам совсем там немножко это стоило, потом вы хотите подать международную заявку, и, как вот сказали, можно ее подать за 500 долларов. Что такое международная заявка? Подаете заявку на одном языке, и это вам дает право потом испросить патенты в куче разных стран. Дальше вы переходите на национальную фазу от этой заявки, говорите, я хочу патент, и начинаете галочки ставить в США, в Италии, в Германии, там еще где-то. И дальше это переходит на национальную фазу в Германии, экзаменаторы в Германии смотрят, вы, естественно, им пошлины заплатите, ну и получите свой патент в Германии. У меня такой вопрос. Если, предположим, ликвидировали компанию, или она вела деятельность по каким-то квадам, которые у нее были зарестированы, и патенты были зарестированы на саму компанию, как в этом случае вести себя с патентами? Продавать. Успеть до наложения ареста на компанию. Ух ты. Ареста. Предположим. Нет, не будем просто. Мы предложим какие-то квады, по которым она работала нелегально. Вот как-то в моей практике чего-то такого не было, слава богу. Да, но вообще к этому вопросу возвращаясь, я забыла сказать в течение презентации, я нашла статистику от патентных брокеров, такие люди, которые как раз выступают медиаторами в сделках. В Соединенных Штатах один из крупных брокеров дал такие цифры, что торг примерно, середина торга, то есть взвешенная, это 235 тысяч долларов США за один софтверный патент. Примерно вот такая вот цена. Средняя. То есть довольно дорого. Естественно, какие-то патенты не стоят ничего. Если он какой-то некачественный или еще что-то, вам, может быть, заплатят сумму ваших пошлин, которые вам пришлось заплатить, когда вы его получали. Но вообще некоторые патенты продаются очень дорого. Можно еще один вопрос? Да. Есть ли какая-то площадка, где можно просмотреть готовые патенты к продаже? То есть я хочу купить патенты? Говорят, что есть такие площадки, и они начали появляться где-то, наверное, 5 лет назад. Типа маркетплейса, где вы ходите и собираете корзиночку, все патенты, которые вам нужны. Но в глобальную штуку это не переросло, потому что поняли, что когда люди видят, когда люди могут вот так вот отсортировать все патенты, их посмотреть к продаже, они открывают этот патент, читают всю технологию, думают, ну все, ребята, я пошел. Не буду у вас ничего покупать, сделаю все, как у вас написано, а потом, ну, может, вы меня не найдете там. Потому что патенты, это же, если у вас он есть, вам нужно самому следить за тем, нарушается он или нет. Потом идти в суд, там, деньги платить патентным юристам, все такое. Многие люди решили, что им не надо никому платить, и поэтому все вот это вот, такие платформы, они позакрывались все. А? Да, мы патентуем, я как сказала вначале, мы активно начали свою патентную программу с самого момента, когда нас купили как часть Parallels, потому что в Parallels она была, и мы начали привносить эту культуру в американскую компанию, это очень странно звучит, я знаю, но, тем не менее, так оно и вышло. Затем наша патентная программа менялась, менялась, росла, совершенно сейчас она не похожа на то, что есть Parallels, но мы растем, развиваемся и довольно успешно это делаем. Возможно разница в небольших алгоритмах, либо обработке. Здесь единственный ответ, я был в деталях, если у вас есть конкретные какие-то задумки, и что мы можем нарушать. Да, я помню, как это все происходило, потому что, да, у меня, кстати, была фотка, но давайте следующий вопрос. Дарья, можете, пожалуйста, порекомендовать пошаговый алгоритм в случае возникновения конфликтов в патентном споре. Как из него выходить? Сейчас. Ой-ой, ладно. Окей, я хотела показать картинку, где мы стоим с сотрудниками Parallels в тот момент, когда мы делили эти патенты вот с такими охапками американских патентов, с огромными, и все их делили, я помню, они были в таких огромных коробках, раздавали, кто, что, кому. А к вопросу о том, если на вас кто-то напал, да, первые действия, значит, не пугаться, вдохнуть, выдохнуть. Затем, что делается? Вы даете рекомендацию, точнее, настаиваете, чтобы никто из ваших сотрудников не давал никаких комментариев в СМИ, никаких по этому поводу, иначе все, что ваши сотрудники скажут, можно использовать будет против вас. Далее, вы спокойно смиряетесь с тем, что у вас есть на компьютерах, не начинайте ни есть бумагу, ничего не удалять, ни бегать, ни истерить, то есть все, что у вас есть, у вас есть все, стирать ничего нельзя. Затем ищите хорошего патентного юриста, нанимаете его, все формальности соблюдаете с ним, то есть контракт, все дела. Далее, скорее всего, патентный юрист вам посоветует начать с того, чтобы аннулировать патент того, кто на вас напал, потому что патентный экзаменатор, конечно, работает хорошо и выдает патент на новое промышленно применимое и с изобретательским уровнем, однако он мог ошибиться. И вам нужно попытаться это доказать. Если вы это докажете, патенты аннулируют. Дальше, если у вас это не получается, начинайте смотреть, а что у вас есть, какие патенты. Может быть, тот, кто на вас нападает, у вас что-нибудь нарушает, вы тогда ему скажете, э-э-э, стой, мы на тебя сейчас иск подадим, давай-ка сворачиваем лавочку. Ну и таким способом пытаться договориться. У меня такой вот вопрос, объединю пару предыдущих вопросов. Представим себе ситуацию, есть два юрлица, либо юрлицо ИП, которые начинают некую исследовательскую деятельность. И результатом которой все понимают, что будет некое изобретение. Вот каким образом договариваться и каким образом оформлять патент, чтобы потом не сильно судиться. Потому что, ну, есть вероятность, что потом, как бы, возможно. Ну, либо надо понимать, что там через какое-то время, возможно, ситуация, что там начнут делить. Хотя для, вот на старте объективная необходимость объединения есть. Вы можете договориться и выкупить права на самом начальной стадии. Например, заплатить бонусы, как делается в нашей компании. Мы платим бонусы, но все имущественные права на патенты и на заявки переходят к Инграмм Майкро Инкорпорейтед. Мы так делаем. Возможно, если у вас совместное владение, то нужно как-то очертить, кто что делал. А это в самом патенте прописывается или внутри договора? Это все между вами. То, что в договоре написано. В патенте нет такой секции. А для патенте кто будет правообладатель? Если два юрлица? Если два юрлица? Наверное, оба. Два юрлица. Может быть, физлицо в патенте указано. Как правообладатель именно. Там есть строчка правообладатель и автор. Это разные вещи, да? Автор только его имя, и он имеет авторские права. То есть я имею право, чтобы меня никто не вычеркнул из этого заявки. А различается ли с точки зрения патента физлицо и ИП? То есть автор физлицо, владелец ИП? Автор физлицо, владелец ИП. Ну да. Наверное. Нет? Окей. Там льготы. Нужно вам разобраться с льготами в Роспатенте. Потому что довольно дешево для таких заявителей. Еще есть куча всяких лайфхаков. Например, резидентам Сколково обходится подать заявку в России за тысячу рублей. Очень круто. Ну да, в Соединенных Штатах они предлагают своих агентов, и там тоже около пяти тысяч долларов. То есть не так дорого. Дарья, еще один вопрос. В случае конфликта по патентным интересам, две стороны заключают договор о том, что они не собираются требовать какие-то... Сейчас вспоминаю русский язык. Какую-то компенсацию. Но все-таки одна из сторон, например, подала иск на патент. Что является более юридической высшей силой? Интерес патента или... Патентное бюро или непосредственно сам контракт о том, что они не должны друг другу мешать работать? А если у вас есть заключенное соглашение о том, что вы не можете ни на кого нападать со своими патентами, ну то есть два, две компании заключили договор, я на тебя со своими патентами не иду в атаку, ты на меня не идешь, все. Но если они все-таки вы нарушили, что является более юридической высшей силой? Я думаю, контракт. Контракт. Благодарю. Если у нас еще есть немножко времени, например, как делается. То есть патентная деятельность, она такая очень глубокая, и разные компании по-разному ее используют. Вот компания Microsoft, о которой мы сегодня уже упоминали, делает следующим образом. Все знают продукт Azure Azure, Microsoft Azure. Так вот у них есть такая программа, называется IP Advantage, которую они запустили летом, наверное, того года, где-то так, которая дает защиту всем, кто пользуется Microsoft Azure с каким-то определенным количеством требований. То есть вы там тратите больше, чем энное количество денег в месяц на Microsoft Azure и так далее. И они вам дают следующее. То есть если вы пользуетесь и выполняете все требования, то в случае атаки на вас Microsoft вам поможет и отдаст один из 10 тысяч своих патентов вам в безвозмездное использование, и вы сможете этим патентом отбиться. То есть таким способом они защищают своих клиентов, потому что у них инфраструктура, а там много бизнесов в этой инфраструктуре крутится. И таким способом они своих клиентов пытаются сохранить. Вообще, на самом деле, там еще и подтекст есть, но если будет кому-то интересно, в кулуарах вам расскажу. Спасибо за внимание. Надеюсь, что-то информативное вы услышали сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.